Имам Хумини Это свидетельствует о свободе. Это свидетельствует и о том, что народ следует только за божьими людьми. А в этом и заключается свобода. Позвольте мне пояснить, Имам Хумини. Я хочу сказать, что сейчас в Иране многие называют вас диктатором. Даже новым диктатором, новым властелином. Что вы скажете? Вам это нравится или оставляет вас безразличным? С одной стороны, мне это не нравится. Это причиняет мне боль, потому что это несправедливо и негуманно называть меня диктатором. С другой стороны, для меня это не важно, потому что я знаю, что иногда злые дела становятся частью человеческого поведения. И это дело рук наших врагов. С учетом того пути, на который мы вступили, пути, который направлен против интересов сверхдержав, это нормально, что прислужники иностранцев брызжут своим ядом и извергают в мой адрес всяческую клевету. Я и не надеялся, что привыкшие объедать и грабить нас страны останутся молчаливыми и спокойными. Однако люди вас боятся. И даже эта толпа, которая выкрикивает ваше имя, вызывает страх. Что вы испытываете, слыша эти крики? День и ночь, зная, что они остаются на ногах по несколько часов в давке, страдают, чтобы увидеть вас на мгновение и поклониться вам? Я наслаждаюсь этим. Я испытываю наслаждение, когда слышу их и когда их вижу. Пока в стране все не стабилизируется, нужно, чтобы они оставались активными. И потом их чувство – это любовь, разумная любовь. Нельзя этим не наслаждаться. Тогда перейдем к вопросу о правосудии, осуществляемом духовенством. Поговорим о 500 расстрелах, которые после победы революции были проведены в Иране. Вы одобряете тот упрощенный порядок, в котором были проведены эти процессы? Без адвокатов и апелляций. Очевидно, вы на Западе не знаете, кто были те расстреляны или притворяетесь, что не знаете. Речь идет о людях, которые участвовали в резне на улицах и площадях. Либо о людях, которые поджигали дома, пытали людей, отпиливали многие руки при допросах. Простить? Отпустить на свободу? Разрешение защищаться, отвечать на обвинения мы им дали. Они могли говорить в ответ то, что хотели. Но как только была установлена их виновность, какой смысл был или есть в апелляции? Но я вела речь не обязательно о садистах и убийцах из СОВАК. Я имела в виду расстрелянных, которые не имели ничего общего с прегрешениями старого режима. О людях, которые уже сейчас были осуждены за прелюбодеяние, проституцию или гомосексуализм. По вашему мнению, справедливо расстрелять бедную проститутку? Или изменяющему мужу женщину? Или мужчину, который любит другого мужчину? Если на одном из пальцев гангрена, что еще остается делать? Оставить как есть? Чтобы гангрена пошла по всей руке, а потом по всему телу? Или все же отрезать палец? Те вещи, которые разлагают весь народ, должны быть искоренены, как сорники, которые разоряют пшеничные поля. Следуя исламу, мы хотим проводить политику, которая очищает общество. И для того, чтобы это произошло, необходимо наказывать тех, кто несет зло, развращающее нашу молодежь. Впрочем, разве вы не поступаете так же? Когда вор ворует, разве вы не сажаете его в тюрьму? Во многих странах разве вы не казните убийц? Имам, но как можно ставить на одну доску зверей из совак и граждан, которые реализуют свою сексуальную свободу? Возьмите дело юноши, которого вчера расстреляли за судомию. Это разврат. Разврат. Надо уничтожить разврат. Наши законы эффективны. Включая закон, позволяющий мужчине брать четырех жен? Закон о четырех женах – это очень прогрессивный закон. Он предназначен для блага женщин, поскольку женщин больше, чем мужчин. Рождается больше девочек, чем мальчиков. А воины убивают скорее мужчин, нежели женщин. Вы предпочитаете, чтобы женщины становились шлюхами? Вы всегда отзываетесь о Западе в крайне жестких выражениях. При этом Запад принял вас в изгнании, и многие из ваших соратников учились на Западе. Вам не кажется, что в нас есть и что-то хорошее? От Запада мы получили столько зла, столько страданий, что сегодня у нас есть повод бояться Запада. Не давать нашей молодежи сближаться с Западом и подвергаться влиянию Запада. Вы всегда в нас видели всего лишь рынок. Вы всегда экспортировали сюда только дурное. Хорошее, например, технический прогресс, вы держали при себе. Нет, мне не нравится, что наша молодежь ездит учиться на Запад, где они морально разлагаются под влиянием алкоголя, мешающей думать, музыки, наркотиков и обнаженных женщин. Даже музыка Баха, Бетховена, Верди? Я не знаю, кто это. Если они не затуманивают ум, то они не будут запрещены. Кое-что из вашей музыки не запрещено. Например, гимны и марши. Мы оставим музыку, которая возвышается. Как марши, которая заставляет молодежь двигаться, а не парализует ее. Которая побуждает ее заботиться о своей стране. Да, ваши марши разрешены. 18 января. На следующий день после того, как Шах покинул страну, в Тегеране прошли массовые беспорядки. Газеты рапортовали о том, как за один день по всему городу были сброшены монументы Шаха в династии Пехлеви. На другой иранской газете на первой полосе был помещен громкий заголовок «Шах уехал». По всей стране не прекращались митинги, в числе лозунгов выкрикивались и призывы к устранению в стране американского присутствия. Атмосфера накалялась с каждым днем. Американцы начали демонтировать оборудование, вывозить технику и закрывать заводы. Военные базы в спешном порядке переводились на территорию соседнего Омана, откуда можно было легко контролировать ситуацию на границах. Иранская печать сообщала об аннулировании военных контрактов с США в связи с тяжелой экономической ситуацией в стране. 1 февраля В тегеранском аэропорту приземлился самолет с имамом Хамени на борту. Когда он спускался по трапу, встречавшие журналисты буквально бросались ему навстречу, чтобы взять интервью. Их попытки были настолько навязчивыми, что охране пришлось чуть ли не втолкнуть Хамени в автомобиль. К этому моменту в стране установилось двоевластие. Официальная власть, возглавляемая Шапуром Бахтияром, премьер-министром Шахского кабинета министров, являлась временным правительством и своей задачей видела обеспечить преемственный и легитимный путь передачи власти в дезорганизованной и неуправляемой стране. Однако, как премьер-министр ненавистного многим старого режима, Бахтияр не пользовался популярностью. Многие слушали выступление рухалы Хамени, который обвинял в бедах иранского народа Шаха и Америку, грабивших страну многие годы. И это находило отклик в сердцах большинства. Народ готов был идти за Хамени. 2 февраля. На следующий день после возвращения Айдалы на родину, утренние газеты опубликовали приказ военного губернатора столицы, который разрешил проведение демонстрации и шествий по случаю прибытия Хамени в Иран. Ситуация в стране все больше выходила из-под контроля официальных властей, и правительству Бахтияра оставались считанные дни. Мы говорим, парламент и правительство незаконны, а человек, который назначен незаконным парламентом и шахом, должен уйти. Понимая, что общественное настроение не на его стороне, и тягаться с Хамени он не в силах, Бахтияр попробовал подружиться с всенародно любимым Айдаллой. Премьер сделал публичное заявление, в котором сказал, что готов сотрудничать с Хамени и ценит его старания по мирному разрешению кризиса в стране. Однако, тут же уточнил премьер-министр, если кто-то попытается развязать гражданскую войну в Иране, то он, как премьер-министр, даст распоряжение об аресте этого человека и в случае необходимости расстреляет его. 8 февраля К непрекращающимся все это время демонстрациям в Тегеране присоединились военные. Толпы людей шли с портретами Хамени и выкрикивали довольно воинственные лозунги. Ситуация продолжала обостряться. Первая часть операции прошла успешно. Объект вернулся в страну. Он ведет себя так, как мы и предполагали. Шах убедиться, что без нас он никто. Все. Режим фанатика захлебнется в крови. А после мы его устраним и вернем Шаха назад. Проследите, чтобы Хамени был окружен нашими людьми. В нужный момент мы должны быть готовы перейти ко второй части операции. Вскоре происходит нападение на некоторых членов Меджлиса, иранского парламента. А чиновники аппарата премьер-министра и вовсе объявляют забастовку, опасаясь за собственной жизни, которую они подвергали нешуточному риску, выходя каждый день на работу. Правда ли, что Бахтияр хотел с вами встретиться? Я с ним встречаться не хочу. Если он подаст в отставку, я встречусь. А в каком случае вы объявите священную войну? Тогда, когда уже нельзя будет найти мирного пути. Я должен предупредить, чтобы правительство у Жарпатора не пыталось что-либо предпринять. В противном случае мы будем вынуждены призвать народ к священной войне. 9 февраля. В Тегеране ночью начались вооруженные столкновения. Из воспоминаний очевидца. Зарево пожаров отражалось от плотных облаков и освещало огромное пространство вокруг. Слышались одиночные выстрелы. Внезапно в северо-восточной части города выстрелы участились и перешли в сплошной гул. Мы долго смотрели туда, пытаясь определить, что и где происходит. Но, увы, ничего не выяснив, спустились вниз. 10 февраля. Тегеран находится в абсолютной анархии. Повсюду бурлят толпы народу. Военные части одна за другой выходят из подчинения временного правительства Бахтияра. 11 февраля. Продолжаются вооруженные столкновения за контроль над городом. Шахская гвардия, все еще удерживавшая такие стратегически важные объекты, как военные заводы и радиостанции, противостояла теперь не озлобленной, дезорганизованной уличной толпе, а вооруженным отрядам революционеров. Приказ номер один народной армии. Первое. Отрядам не рассеиваться. Второе. Соблюдать строгую дисциплину. Третье. Боеприпасы для тренировки и опробования оружия не расходовать. Четвертое. В бою с противником действовать группами от трех до девяти человек. Пятое. Залпами не стрелять. Внимание, внимание. Говорит истинный голос иранского народа. Голос исламской революции. Радио в руках революционного народа. Мы призываем всех соотечественников к соблюдению порядка и спокойствия. Революция победила. Исламская революция Новое государство, которое строилось на диаметрально противоположных прежнему ценностях, считало теперь своим главным врагом Соединенные Штаты Америки. Уже во время революции многие американские инженеры, не успевшие покинуть страну из-за ухудшавшейся обстановки, чувствовали вокруг себя атмосферу враждебности, даже находясь в отелях. Толпа, которая вышла на улицы, почувствовав кровь, порох и запах перемен, теперь не хотела расходиться и вновь превращаться в законопослушных граждан. Первой и самой главной задачей правительство Новой Республики видело в том, чтобы утихомирить разгулявшихся людей и успокоить их революционный пыль. Мы народ Ирана. Необходимо решительно прекратить всякого рода разрушения и поджоги, ибо это противоречит исламу и гуманности. Тот, кто будет совершать такие действия, предатель государства и исламского движения. Однако одними воззваниями и декларациями остановить набиравшую силу волну народного гнева было уже непросто. Понимая это, отдел пропаганды и канцелярии Айталы Хамени 14 февраля издает воззвание к населению, в котором призывает товарищей и друзей добровольно сдать оружие. Для этих целей специально было отобрано 15 соборных мечетей Тегерана, куда люди должны были приносить боеприпасы и огнестрельное оружие и сдавать их духовенству. Когда всеобщее дело было сделано и главная цель революции достигнута, старый режим пал. Именно тогда, внутри казалось бы единого революционного потока, начинают выявляться противоречия и скрытое противостояние различных революционных организаций. Традиционно в Персии центром общественной жизни являлись базары и торговые кварталы. Именно они всегда были главным местом, где собиралось политически активное население, обсуждая между собой реформы и обмениваясь мыслями и идеями насчет политики. В ответ на воззвание Хамени о разоружении, некая организация народных партизан Ирана распространила по базарам Тегерана свою программу, которая осторожно, но недвусмысленно выражала несогласие с призывом разойтись и сложить оружие. Одновная цель революции – уничтожение капиталистической системы и установление власти народа. Народ для достижения окончательной победы должен уничтожить все каналы, связывающие нашу страну с империализмом. Временное правительство революции должно изгнать из страны всех иностранных военных советников и расторгнуть все кабальные договоры и контракты, навязанные империалистами. У нового правительства появилась серьезная проблема. С одной стороны, премьер-министр новой Исламской Республики Мигди Базарган не хотел для своей страны дипломатической изоляции. С другой стороны, связанная идеями борьбы против западного капитала и лозунгами в духе «богатство Ирана принадлежит его народу», не поддержать теперь радикальной идеей народных партизанских организаций означало бы навлечь на себя обвинения в контрреволюции. Базарган, стараясь сохранить связь Ирана с Западом, выступая за демократический путь новой республики, призывал прекратить деятельность революционных судов, вершивших правосудие на скорую руку. Однако, в сложившейся ситуации эскалации всеобщего гнева ко всему прежнему и западному, премьер иранского правительства и его сторонники оказались в меньшинстве. Группа вооруженных мужчин из радикальной организации «Партизан» захватила американское посольство. В ситуацию вмешался лично Базарган, после чего удалось уговорить народных партизан покинуть здание дипмиссии. Тем временем активно велись переговоры между американскими и иранскими дипломатами о выдаче правительством США иранского шаха. Американцы, конечно, не готовы были ударить в грязь лицом и выдать новому правительству своего главного союзника. Шах, находясь в изгнании, переезжал из страны в страну, нигде по долгу, впрочем, не задерживаясь. Мохаммед Риза из некогда уважаемого гостя превратился в гостя обременительного. Здоровье его стремительно ухудшалось. Наконец, он запросил разрешение на въезд в США у американских властей. Многие высокопоставленные чиновники были против того, чтобы предоставлять такое разрешение. Но Джимми Картер, который тогда занимал должность президента, относился к Мохаммеду Ризе симпатией. И на фоне известия о том, что у последнего шаха Ирана диагностировали рак, не смог отказать старому другу в поддержке. 6 октября. Шах приезжает в США. Его визит в Америку закономерно был расценен новым иранским государством как враждебный жест по отношению к Исламской Республике. Имам Хамейни не мог не отреагировать на это. Иначе его обвинили бы собственные соратники по революции в слабости или, что еще хуже, в контрреволюции. 1 ноября сотрудники канцелярии Имама выпустили воззвание для иранских студентов как наиболее политически активной части иранского общества. Текст воззвания призывал молодежь всемирно расширить борьбу против США и Израиля с целью заставить администрацию Джимми Картера вернуть шаха в Исламскую Республику. Это и оказалось детонатором, который сработал с разрушительной силой. В Тегеране у здания посольства собралась толпа возмущенных людей, среди которых было много молодежи. Сложно сказать, принимал ли имам Хамейни участие в захвате посольства, поскольку напрямую он не руководил действиями вооруженных отрядов и обсуждения захвата происходили без его участия. Тем временем, премьер-министр Новой Республики Мехди Базарган призывает студентов прекратить акции протеста и разойтись. Студенты, однако, расходиться не спешат. Они приходят к выводу, что политика правительства Исламской Республики не соответствует революционному духу и, вооружившись портретами Хамейни, начинают штурм американского посольства. Охрана посольства попыталась применить против ворвавшейся толпы слезоточивый газ, но студентов было много и сопротивление было быстро сломлено. Американские дипломаты, с ужасом наблюдая из окон за потасовками во дворе, в спешке начали уничтожать секретные документы. На место беспорядков прибывают отряды полиции, которые, впрочем, не спешат вмешиваться в происходящее. Со времени штурма американского посольства прошло уже более 40 лет, и на протяжении всего этого времени, вплоть до наших дней, в Иране отсутствует дипломатическое представительство США. Сегодня в здании бывшего посольства находится музей. Над входом – остатки разбитого барельефа с изображением американского герба, а внутри выставлены на всеобщее обозрение копии секретных документов, которые были восстановлены иранцами после захвата посольства и которые являются доказательствами вмешательства США во внутренние дела Ирана. Вы можете прогуляться по кабинетам посольства, а вежливые сотрудники музея с радостью проведут для вас экскурсию и расскажут о событиях тех минувших дней, а также о содержании выставленных для ознакомления документов. Самыми интересными экспонатами музея, на мой взгляд, являются комнаты защиты от прослушивания с очень толстыми стенами, представляющими собой сэндвичи из звуконепроницаемых материалов и листов свинца, и старая оргтехника, которая использовалась американцами, в том числе и для подделки документов. Но вернемся к нашему повествованию. Сотрудники дипломатической миссии были взяты в плен и объявлены заложниками. Впрочем, не все. Шестерым из них удалось успеть бежать через задний выход, и впоследствии они укрылись на территории ближайшего канадского посольства. В американском же посольстве тем временем начались обыски и выемки документов, которые во время всеобщей суматохи не успели уничтожить. Произошедшее стало пощечиной США на глазах у всего мира. Соединенные Штаты потребовали освобождения своих дипломатов. Иран в ответ потребовал выдачи шаха. Переговоры зашли в тупик. Тогда администрация Джимми Картера издает знаменитый указ за номером 12170, который становится первым камнем в Великой Американской стене, изолировавшей Иран и по сей день от всего мира. Я, Джимми Картер, президент Соединенных Штатов, считаю, что ситуация в Иране представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности Соединенных Штатов. И настоящим приказываю заблокировать все имущество и любые активы правительства Ирана, его органов и контролируемых организаций, которые находятся под юрисдикцией Соединенных Штатов. Настоящий приказ вступает в силу немедленно. Неудачный ход переговоров об освобождении заложников вынудил президента Джимми Картера к силовому решению проблемы. 24 апреля 1980 года американцы предприняли операцию по спасению заложников, получившую название «Орлиный коготь». С авианосца в обстановке строжайшей секретности взлетели 8 вертолетов, на борту которых находились бойцы отряда «Дельта». В соответствии с планом, десантники должны были высадиться в пустыне за 80 километров от Тегерана и на внедорожниках добраться до иранской столицы. Одновременно, агентура ЦРУ должна была спровоцировать беспорядки в столице. Далее по плану, «Дельта» брала штурмом здания, освобождала заложников и доставляла их к транспортным самолетам, ждавшим своего часа. На всю операцию отводилось несколько часов. Однако, операция провалилась. На низкой высоте вертолеты попали в пыльную бурю и к месту встречи добрались лишь шесть из них. У одного из вертолетов сломалась гидравлическая система и починить ее на месте было невозможно. При аварии другого вертолета погибли восемь десантников. Участникам операции пришлось в спешном порядке покинуть территорию Ирана, бросив снаряжение и оставив тела погибших. Впоследствии США и Иран достигли компромисса в судьбе захваченных заложников. Правительство США согласилось разморозить иранские активы на 8 миллиардов долларов и передать их иранской стороне. В ответ Иран освободил оставшихся в плену заложников, которые покинули территорию страны спустя 444 дня нахождения в плену. Захват заложников привел к полному разрыву дипломатических отношений между США и Ираном, которые не восстановлены и по сей день. Автор выражает признательность туристическому оператору Trip2Persia за организацию этой поездки. Для подписчиков канала «В отпуск» по промокоду «В отпуск в Персию» компания Trip2Persia предоставит 10% скидку на любой тур по Ирану.